Детальный разговор по обширной союзной повестке, продвижении общей экономики и нынешние геополитические реалии. Сегодня в Сочи состоялись переговоры лидеров Беларуси и России. На встрече глав государств всегда охватывают широкий круг вопросов, так как сотрудничество между Минском и Москвой теснейшее в безопасности промышленности науки. Наши, так сказать, доброжелатели с санкционной дубинкой предрекали Беларуси с Россией гибель, но страны работают успешно, продвигают экономику. Это при том, что над самой Европой сгущаются тучи энергетического и продовольственного кризиса. Время непростое, но, как метко заметит наш президент, в такой период сразу видно, кто есть кто. Главное в материале Наталья Брёс. Сложно представить мировых лидеров, которые бы проводили переговоры чаще, чем Лукашенко и Путин. Еще только осень, а это уже седьмая встреча президентов за год. Главы государств регулярно сверяют часы по ключевым вопросам обширнейшего белорусско-российского сотрудничества. При этом, конечно, всегда обсуждают международную обстановку. Лидеры совсем недавно виделись в Самарканде. Правда, без двустороннего формата. Злопыхатели успели напридумывать чуть ли не разлад между союзниками. Как это? Не пересеклись. Оказалось, просто президенты договорились, учитывая объем двусторонних отношений, обстоятельно пообщаться с глазу на глаз. Мы очень много говорим о том, как будем дальше жить, перспективы наши. Я проанализировал и сегодня утром все поручения, которые выдавали правительству, я там, Белоруссии, о наших договоренностях, у нас срывов практически нет. И развитие нашей экономики и вообще существование наших государств изменились резко даже за три месяца последних. Ну, нам предсказывали крах, гибель и так далее. Жизнь многообразна. Мы кому-то нужны, нам кто-то нужен. И мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы работаем и продвигаем экономику нашу. Да и люди понимают. Вот людям надо особую благодарность с нашей стороны высказать за понимание. Все-таки непростой период. Мир вообще перевернулся, можно сказать. Люди понимают. Есть разные люди. И здесь, и там хватает их. Мы их видим. И слава Богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий. У нас в 2020 году, в России сейчас, да у нас, который показывает, кто есть кто. Живем во времена настоящего геополитического излома. В этот непростой период действительно все поступки, как на ладони. Из последнего частичная мобилизация у соседей. Инсинуаций на эту тему хватает и в России, и у нас. Я наблюдаю. У нас там мобилизации пугают. Здесь кто-то побежал за границу. Ну, слушайте, у России 25 миллионов мобилизационных ресурсов. Ну, хорошо, пусть убежали. Ну, 30 тысяч. Ну, 50 тысяч. Ну, а они что? Если бы здесь остались, они что? Нашими людьми бы были? Ну, пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали. Просятся назад. Большинство просят, заберите назад. И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там, на вольных хлебах. Извините, что я вот в открытую это говорю. Так поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке. Как это было с большевистской революцией после нее. Ситуация, говорит, не та. Санкционные репрессии Запада не прекращаются. Удавка ограничений должна была ослабить Беларусь и Россию. Но выходит наоборот. Страны с утроенной энергией взялись за дело. Например, усилили совместную работу по импортозамещению. Этим были озадачены правительства в проработке более полутора десятков совместных проектов наших производителей. Встреча президентов в определенном смысле поставить точку в этой теме уже будет определяна окончательно. Финансовая схема, именно она сегодня является определенным камнем преткновения. Существуют разные варианты финансовых условий и по процентной ставке, и по сроку действия этого соглашения. Незыблема как бы сумма, о которой договорились президенты, полтора миллиарда долларов. Ну и 14 проектов, которые сегодня акцептованы на уровне наших вице-премьеров. Они как бы сегодня на столе. Предприятия, не дожидаясь окончательного решения финансового вопроса, они готовят соответствующие бизнес-планы для наших банков, которые будут участвовать и контролировать эти проекты. Свято место пусто не бывает. После показательного и импульсивного ухода некоторых иностранных компаний, свободные ниши занимают белорусы. Россияне только за. Говорят, вы ведь не придадите, да и продукция Made in Belarus конкурентоспособная. Мы готовы поставлять недостающие компоненты на конвейеры крупных российских предприятий. Ну а в целом нацелены укреплять региональные связи, продвигаться по единой промышленной политике, усиливать кооперацию, выходить из зоны комфорта и на новые рынки, вместе работать над тем, чтобы всячески снизить негатив санкций. Мы изменились за эти три месяца значительно. Мы увидели, что мы можем жить и существовать нормально. У нас импортозамещение нормально получается. И на своих самолетах будем летать, и военных, и гражданских военных мы и так летаем. И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет. Ну а Европа, если она отшумела, я про тех не говорю, за океаном. Ну пусть они думают. Пусть они думают. Я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Ну не хотят, не надо. Мы потихоньку будем выстраиваться. И с уважением к нам относиться. Ну а без этого мы с ними вообще разговариваем. Мы же славяне. Мы с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. Не говоря уже о Беларуси. Россия. Гигантская страна. Какие могут быть унижения? Ну мы же помним, как там в Америке, начиная с предыдущего президента. Мы исключение. Корону на голову одел. Мы миром будем управлять. Мы же помним, мы обсуждали эту тему. То продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям. Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас, ну мы открыты. И вы тоже. Вы тем более. Вы об этом постоянно говорите. Мы готовы к этому. Но унижения никто не потерпит. У русских людей никогда этого не было. И никто не позволит ни один русский человек, ни одному президенту, в том числе и президенту Путину, не следовать этой линии. Вот вся экономика и политика. Но мы не единожды об этом уже говорили и будем продолжать говорить и настойчиво продвигать эту политику. Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам, которые мы с вами планировали еще в Самаркане обсуждать. Это касается ситуации в регионе, но и не менее важны вопросы экономического характера, в том числе по ряду направлений, которые мы обговорили раньше. Если и работа в рамках строительства союзного государства, вопросы, связанные с нашими планами в области химии, продовольствия, удобрений, к сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции. Но, тем не менее, это до сих пор происходит. У нас есть конкретные планы по ряду направлений, по ряду крупных проектов. Мы с вами об этом говорили уже раньше. В целом, правительство подготовило эти проекты для реализации. Вот все это и обсудим. Продовольствия, удобрения, слушайте, ну купят, покупают же сейчас. Сложнее, конечно, блокируют там. Не нас, а там блокируют. Людей, которые хотят купить, которые хотят заплатить. Они их блокируют, а не нас. Нам что блокировать? Но находим же пути и продаем. Цены взвинтили. Не мы их взвинтили, вы правильно говорите. Кому нужно это? Вот сейчас посмотрел новости утренние, ну вся Европа бурлит. Богатейшая Германия, вон все на улице. Все протестуют. Но когда-то это услышат же. Думаю, что услышат. Поэтому наш курс правильный. Наше дело правое. Победим. У нас выхода другого нет. Двуличие западных политиков уже никого не удивляет. Но ведь за провалы властей вынуждены расплачиваться простые люди по ту сторону границы. В Европе не прекращаются тысячные протесты против энергетической стратегии Берлина. Свои счета за электроэнергию демонстративно уничтожают итальянские предприниматели. Немедленно отказаться от курса на экономическую катастрофу требовали от своего правительства жители Чехии. Рост цен на электричество обещает холод и нищету миллионам граждан. Чехи требуют от правительства думать о людях, а не о разработке все новых самоубийственных санкций. Завтра они не закончатся, эти протесты, а только усилятся. В связи с тем, что, как известно, наступает зима, холодное время года, нужно будет, естественно, каким-то образом греть дома. А, как известно, Европа хочет избавиться от энергозависимости от России. Вот вопрос получится ли? Я думаю, вряд ли. У президента Белоруссии Лукашенко звучат такие идеи, что мы будем и самолеты свои производить, и автомобили. Почему нет? Все реально, все реально. Просто главное взаимодействовать на тех условиях, которые прежде всего предполагают уважение между двумя странами. О чем, кстати, тоже Александр Лукашенко упоминал на встрече с Владимиром Путиным, апеллируя при этом к Западу, то, что будет Запад уважать Россию, Беларусь. Соответственно, будет и диалог с Западом. Само решение санкционной политики вызывает очень много вопросов. С точки зрения санкций Соединенных Штатов Америки. У них есть такое понятие, как критический товар, продукция. В том числе калийные удобрения относятся, и это утверждено Конгрессом, именно к перечню продукции, которые нельзя, так сказать, подвергать санкциям. Они говорят, да, поставляйте в Соединенные Штаты Америки, мы разрешаем, но в другие страны это не разрешают. Как это говорить? Какие это стандарты? Это непонятно. Возьем Евросоюз. С точки зрения Евросоюза, опять-таки, они, да, подключились к санкционной политике, но дальше идет комментарий к этой политике. Вот к нам в Европу вы можете поставлять, а в третьи страны мы вам не разрешим. Мы не разрешим, блокируем вам финансовые платежи, мы логистику блокируем. Мы еще дальше идем с этой ситуацией. Литва. Литва, ну да, член Евросоюза. Да, не самый большой, я бы сказал, такой карликовый, но ведет себя, конечно, так сказать, соответствующее их видению. И вот в Европу можно. Литва член Евросоюза, и они запрещают, фактически блокируют логистику через одну из европейских стран, то ли через себя. Машин-пром, АПК и продовольствие, транспорт и логистика и даже авиастроение. Точек соприкосновения у Беларуси и России всегда было много, но теперь особенно. В особенное время живем в то самое, когда нужно, плечом к плечу. Наталья Бреус, Катерина Круталевич, Богдан Петрашко, агентство теленовостей. Субтитры создавал DimaTorzok